Привет, дорогие зрители читателей! С вами снова Анастасия Ахмиловиц и Кира Штасон. И сегодня мы готовим потрясающий шоколадный торт. Это просто шоколадное блаженство. Анастасия, вновь делится с вами, дорогие зрители и читатели, лучшими рецептами. Анастасия, начнём готовить тортик. Итак, да, действительно, это посвящается любителям шоколада, натурального шоколада, потрясающих ароматов. Если бы вы уже были сейчас и чувствовали, что творится здесь, поверьте, так же будет вкусно на вашей кухне. Итак, основу мы опять начинаем с орехов и фиников, натурального подсластителя, какао-масла. Всё это перемешаем в блендере и выложим в нашу формочку. Итак, следующий шоколадный шоколадный шоколад. Таким образом, для тех, кто действительно любит шоколадный шоколад. Это просто потрясающе. Мы используем это для первой ложки кастрюли, кастрюли, кокао-баттер, все混ぜем вместе с хорошей консистенцией и ставим их в кастрюле. Итак, приступим. Для этого берем орехи, не замоченные. Если у вас принципиальное отношение к замоченным орехам, то можно их слегка замочить, буквально на час-два. Я расскажу, что мы используем для этого порта и как замоченные орехи, и как замоченные орехи. При их производстве не использовалась обработка под высоким паром. Здесь мы используем робкешью, то есть при производстве не использовалась технология обработки сырых орехов высоким паром. И так. Эджи сохраняют в себе. Я расскажу, дополним, вот мы только общались за камерой. Ты рассказала, что когда хвостики пропалывают. Да, то есть можно посмотреть, если покупается цельный орех. Ну, во-первых, он отличается по цвету. Если кешью сушили до высоких температур, то он более имеет желтоватая тяна. Плюс ко всему, если вы замочите, есть такой, грубо говоря, небольшой хвостик зародыша. Да, зародыш. Соответственно, если он у вас наклевывается, естественно, он не прорастет. Но если он наклевывается, соответственно, кешью не высушили, не убили. То есть он сохраняет в себе полезные, питательные, живые свойства. Вот, итак, перемешиваем. Таким образом, мы используем плаву. Миксируем хорошую тяну. Миксируем хорошую тяну. Тут само. Добавляем еще немного. Так, кешью у нас готов. И теперь мы добавляем финики. Финики у нас вымучены, чтобы они были более мягкими. Все, урока, вы будете с дейтс. И также, миксируем хорошую тяну. И также, миксируем хорошую тяну. Добавлю, что финики мы используем естественные сушки. То есть они ничем не обработаны и без сиропа с сахара. Как очень часто, к сожалению, тоже производители добавляют. А здесь легко это найти в 7-11. Продается у нас в Таиланде. То есть можно посмотреть, они очень мягкие, сочные. На самом деле, финики такие не бывают. То есть они высушенные, они слегка жестковатые. И тоже еще, как отличить хорошие финики, не обработанные финики. А те, которые, хотя бы обработали паром в процессе производства. Они должны быть не глянцевые. Слегка мутноватые, с таким легким налетом. Этот налет как раз обеспечивается за счет выделения сахара. Ну, естественного сахара. Да. То есть используем для натурального сахара. Сахар с сахар с детьми, без哪ли жарком следами. Для чистого масла, без помеха, без不 niños. Так это лучше ссохать. Тое, тоже часто перемешиваем. Для нашего основания. Добавляем киши. Добавляем немного растопленного какао-масла. Натуральное какао-масло, мы его сначала растворительно растапливаем. Растапливаем на фолькзюль, либо выделываем в бане, как вам удобно. И растапливаем при температуре не выше 50 градусов, то есть мы его не варим. Как это можно следить? То есть по мере того, как он будет расплавляться. К сожалению, здесь у нас не электронная фолькзюльница. Но то есть это очень легко отследить. А какао-масло плавится довольно-таки медленно. Если он начнет очень быстро плавиться, то это лучше взять от огня. Образовать огня. В прямом месте. Но плюс этой фолькзюльнице, то что здесь у нас в чаше идет террорическое. Терроральное. Это на самом деле большой плюс. Да, и когда вы используете для приготовления торта, конфет, сыроедных, желательно не использовать металлические ножки, поверхности и так далее. Используют либо дерево, ну либо также руки, защищенные руки для перемешивания техникальных ингредиентов. Так, располагаем небольшое количество масла. Предварительно желательно его порезать на более мелкие кусочки, так он более быстро растет. Опятся плавиться. Так, вот мы citаем our coconut organic roll cacao butter into fondue cup and melt it. Быстрее режем его ambiar요 chocolate butter pieces, как дам platforms и красиво рlit. Пластом у нас постепенно плавится. Очень вкусно пахнет маслом. Да. Настойший шоколад. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, наша маска готова. Мы добавляем его в нашу основу. Немного меда. Мед также участвует для связки ингредиентов. Мы добавляем кокао-баттер и немного холеста. Добавляем кокао-баттер и вывел. Мы добавляем кокао-баттер. Уменьшаем все. Добавляем кокао-баттер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь приступаем к приготовлению нашего потрясающего шоколадного крема для торта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем вымоченные финики Фиников немного, буквально 4 будет достаточно Два есть Два есть Два Можно еще одну штучку 4-5 штук Добавляем сок в лавинке лайма Подождем У меня потом пару косточек Когтики корча, да? Когтики корча, да? Добавляем Добавляем Кишинет и салат дейтс. Салат дейтс. Кишинет и 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 салат дейтс. И в качестве нутриального осластителя будем использовать сироп агава. Сироп агава. Хорошо. Такой своеобразный запах сироп агавы. Мектар агавы, сироп агавы, он отбывается из кактуса, из кактуса, который также растет в таланте, можно найти здесь, и в жарком климате. Здесь тоже очень много микроэлементов по самому составу, и низкий уровень, содержит натуральную фруктозу, естественно. И опять-таки, посмотреть по ноль жиров и калорий здесь вот, если взять из 100 грамм, расход всего лишь 60 калорий. То есть очень трудный диетический продукт, тоже используя органические фермы. – Давай еще раз повторим, что у нас находится в составе сейчас для второго нашего слоя. – Для нашего второго слоя? – Повторим. – Да, повторим. – Итак, мы перемешиваем орехи к кешью, вымоченные, вымоченные финики, растопленное какао-масло и подроститель, это нектар агавы, сироп агавы. – Итак, для нашего слоя, мы используем кашу-масло, каху-масло, 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 каху-масло и агавы-масло. – Итак, мы перемешиваем в блендере, мы все перемешиваем в блендере. –为 farewell, если все перемешиваем, –'б самое главное для тарка в блендере железа. Тарктиз cажета aqui salute в блендере, но я помешиваем в блендере. – Во время в блендере я даже повредив, Продолжение следует... 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 все равно мы его кладем в бразильную камеру, но тоже ненадолго, буквально достаточно час, возможно два, чтобы можно было его разрезать. So for this cake, we also will need to put it in the fridge, just for maybe one or two hours, so you can cut it, this cake, but this is more heavy, like a heavy cream, consistent, so it will take just not so long time, like a first coconut and pineapple cheese cake. Разравливаем. 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 Это просто штука невообразимая. И теперь сразу же украшаем, украшаем драгонными какао плодами, какао нибс. Таким образом, мы также можем добавить као нибс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И немного какао порошка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш шоколадный торт практически готов. Теперь на пару часов в холодильник для охлаждения он затвердеет и его будет возможно уже нарезать на кусочки. Супер, Настя! Это красотища! Наш шоколадный торт уже готов. Просто нужно поставить на фрейм, за пару часов, чтобы он был очень хорошо, и мы будем закреплять и начать. Субтитры подогнал «Симон»